Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Command & Conqueror 3 Tiberium Wars. Настал черед знаменитой миссии в Сараево. Очень многие предрекали мне на ней крах компании, то есть все, Крестоносец застрянет, и будет проходить ее 10 тысяч раз. Миссия вообще непроходимая, и что-то здесь нас ждет очень и очень нехорошее. Спланируйте и проведите операцию по штурму главного храма Нот в Сараево. Миссию я прекрасно помню, я ее проходил первый раз не с первого раза, скажу сразу. Проходил я, по-моему, тоже на тяжелом уровне сложности, на высоком, на максимальном в свое время. Ну и здесь есть определенные свои нюансы. То есть надо обязательно знать, что давление будет нарастать со временем. Чем мы дольше сидеть будем на базе, тем хуже. Чем дольше мы будем планировать атаку на этот храм, тем более мощные силы нам будут противостоять. То есть сначала это будут, по-моему, там пехотинцы, обычные штурмовики с гранатометчиками. Потом пойдут эти черные братья с огнеметными. Ну и естественно там будут танки, вот эти вот баги, машинки, ракетные мотоциклы. Затем пойдут огнеметные танки, пойдут их мародеры, причем пойдут огромной толпой. И первый раз я, по-моему, не прошел именно из-за этого, потому что я построил очень приличную оборону там на всех месторождениях. И вдруг внезапно на меня поперла огромная толпа, а я был к этому не готов. И меня тогда, по-моему, пронесли, если я не ошибаюсь. Но сейчас-то мы, естественно, во-первых, за столько-то лет я прибавил в стратегии гораздо более мощно в них стал играть. Ну и, соответственно, это будет уже, наверное, третье, получается, прохождение. То есть первый раз я проиграл ту миссию, когда я играл там в 2007-2008 году. Потом я ее выиграл. Ну и сейчас, естественно, мы ее тоже выиграем. И я думаю, что пророчества скептиков не сбудутся. Ну давайте начинать, поехали. Наконец-то, момент, которого все ждали. Шанс покончить с завывателями раз и навсегда. По последним данным, Кейн скрывается в главном храме Нот. Это настоящая крепость. К тому же, ее закрывает какое-то защитное поле. Попробуйте. Задача не из легких. Но если вы сумеете обезвредить эти ионные вышки, мы вобьем последний гвоздь в гроб братства Нот. Не подведите нас. Ну, миссия, согласен, непростая. То есть, без знания того, как здесь играть, вы ее с первого раза, скорее всего, не пройдете. Ну что ж. Будем штурмовать неприступные редуты. Кейн окопался в своем последнем убежище, главном храме, расположенном возле Сараева. Вы должны нейтрализовать охрану этого храма, уничтожить окружающие постройки, вывести из строя маскировочные вышки, препятствующие нанесению ионного удара. Имейте в виду, хотя ионное орудие будет в вашем распоряжении, вы не имеете права применять его без непосредственного приказа командования. По нашим данным, на территории храма находится устройство, использующее жидкий Тиберий. Его разрушение может привести к детонации Тиберия по всей желтой зоне. Последствия, представьте сами, миллионы жертв. Поэтому еще раз повторю, решение о применении ионного орудия может быть принято только верховным командованием ГСБ. Поступило сообщение. Генераторы искажающего поля могут обеспечить защиту от ионного орудия. Их следует уничтожить, и тогда мы победим. Повторяю, здесь нет никакого таймера, но надо торопиться. То есть нельзя здесь стоять и идти покушать. Нас вот эти встречают. Включая довольно мощное. Вперед, 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 пошли, 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 пошли. Что вы скажете? Что, есть дело? Где будет его? Ну, что там? Ой-ой-ой-ой, как нас прессует-то. Вы посмотрите только на это. Жду приказа. Отправляемся. Жесть, штурмовиков просто поимели. Ну, что там? Итак. Встроиться. Ворачиваем наши... ...сё под защитой. Мамонт готов, чтобы... Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Несмотря на то, что я помню миссию, как бы, в общих чертах, я не помню, естественно, её нюансы совершенно. Потому что нас начали так уже начинают здесь встречать. Это не айс. Ну, понятно, мы в территории нодов. Ремониться вот никто не будет. Есть. Первое. Первый залод. Теперь я готов. Строим второй. Мамонт готов? Так, а время-то идёт. И время идёт не очень-то... ...в нашу пользу. Я вот думаю, надо поставить доты. Так, сюда надо поставить танк и штурмовиков послать. С какой-то из сторон пойдёт пехота, с какой-то из сторон пойдёт у них техника. Я не ошибаюсь, что вот как раз именно так. Потом у них авиация полетит. Ну, в общем, всё будет постепенно. Рубрика давления будет нарастать. Так, ну вот так вот мы рассядемся. Ставим второй завод. Ещё, кстати, с комментариями проходить это дополнительный, так сказать, отвлекающий манёвр. У нас нет энергии, но сейчас будет. В принципе, обороны у нас никакой нет, поэтому не страшно. Так, что мы имеем? Мы имеем срождение Тиберия здесь. И одно где-то должно быть вроде сверху. Да, ещё одно есть сверху. И если я не ошибаюсь, пехота пойдёт именно отсюда, а техника пойдёт отсюда. Авиация полетит через центр. Но это будет уже гораздо позже. Поэтому время... Какое-то время есть. Хоть болтать, давайте заниматься... Так сказать, делом. Казармы есть. Твой завод. Так, нам нужен завод, нам нужен оружейный склад. У меня есть план. Короче, если пехота пойдёт сверху, ну не важно, откуда она пойдёт, я хочу сделать побольше БТРов, рассадить туда снайперов, прорваться до одного из месторождений. И сразу его занять. Потом занять месторождение, которое будет... Тихо, 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 ребята. Занять месторождение, которое вот снизу. ИР-2 нам не хватает энергии, сначала строим генератор. Для снайперов нам нужен этот склад. Строим склад. Склад я поставлю здесь, чтобы пехоту быстрее лечить. Это миссия очень такая, знаете, скоростная. Здесь долго сусолить-мусолить нельзя, иначе вас, я говорю, гарантированно снесут. Я вам гарантирую. Так, строим... Не знаю, штук семь, наверное. БТРов. Семь снайперов. Где? Какой противник? А, вот они попёрли. Да, всё-таки техника идёт снизу, а пехота пойдёт сверху. Что сделать? Верно. Профессионеры не угадали. Окей. Это хорошо. Давайте-ка поставим здесь оборонительную тактику. Здесь тоже. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Нигде, в себе тут побежали. Вы поглядите на эти наглые харри. И они нам разнесли, кстати, один из дотов. Ладно, хотя бы это был не Мамонт. Ренатометчик можно еще починить, но сейчас мы с пехотой разберемся, когда у нас будут снайперы, но нам надо проатковать до того, как пойдут вот эти мародеры, эти шагоходы, потому что они наших мамонтов разнесут в ГАНО. Но пошли иные пехотинцы, лучший, лучший, я не сомневаюсь, что ты лучший. Ракетчики. Такс, во-первых, строим наблюдателя. Мне, кстати, нужен и ремонтный модуль с собой, блин, еще нужен штаб, значит. В общем, много чего нам надо, чтобы туда пройти. Там все чисто. Движемся к цели. Пришло время экспансии. Один выстрел и все. Недостаточно средств. Стрел один, блин, хватает денег. Когда выступаем. Не хватает нам, ребята, денег. Объект атакуют. Строительство завершено. Ставим. Дальше заказываем ремонтный модуль. Страшно связи. Пока никуда не едем. Что прикажем? Плюс я хочу заказать здесь два отряда пехоты. Мы лучшие. Вас понял. Руки сверра. Нам хватило на ремонтный модуль. Но эти чуваки хотя бы здесь встанут и будут двумя такими бункерами стоять. Мы лучшие. Делаем импровизированную линию обороны. Здесь должны мы сдержать штурмовиками и мамонтом. По крайней мере, пока. Да, что. Стрелков нам шлепнут до того, как они окопаются. Успели поставить они тут. Отлично. Пошли смертники. Опа, опа, опа. Америка и Европа. Ремонтный модуль готов. Все, поехали на месторождение. И желательно побыстрее все это делать. Что слышно? Где будет авенпост? Делаем все пока очень и очень медленно с вами. Обнаружен противник. Где? Объект атакует. А, ну это там у них техника прет. Ее сдержит. Хватить хижины мутантов. Мне нужен ремонтный модуль и быстрее здесь... Где он там застрял-то? Да екарный ты матрас, ты что здесь делаешь? Не починился нифига. Ладно, поехали давай. Починишься здесь. Разворачиваем авенпост. Строим еще один. Ах ты, ублюдо. Вы посмотрите, эти твари пробежали здесь. И грохнули нам ремонтный модуль. Скоты. Так, здесь надо снайперов поставить на всякий пожарный. Ого, у них тут что, смотрите-ка, какие здания-то. Елки-моталки. Сейчас у нас хотя бы прибавится количество резов. Мне бы что-ка развернуть бы ее. А, он еще не развернут. Да, понятно, он еще не разворачивается. Так, ремонтный модуль готов. Прикройте всю эту зону, чтобы ни одна тварь здесь не пролезла. Порвем их. Порвем их. Штаны не порвите себе. Уже одни порвали. Ого, эти уже с лазерами тут гоняют. Нужен ремонт. Да нужен, нужен. Все нужно. Потеряно. Второй. Сэр. Обнаружен противник. Я готов. Слушайте, они здесь опять пытались прорваться. И один из БТРов аннигилировали. На базу напали. Где развернемся. Да, это, блин, не так просто, как я рассчитывал. Строительство завершено. Реально непросто. У нас сейчас вырубится энергия, кстати. Так, давайте быстро разворачиваем генератор. И разворачиваем здесь этот ремонтный модуль. Страшно связи. Обнаружен противник. БТРы ждут приказы. Строительство завершено. Кера себе. Они уже пошли. Объехать быстрее. Опа. Фига себе. Они сели в наш ликер. В наш дот. Здесь бы тоже не помешало пару отрядов. Потеряна. Жесть, ребятки. Ну что там. БТР кое-как. Я лучший. Тоже не помешало. Пару отрядов на БТРов. Ремонтируют они как-то пупца. Что приказом. Надеюсь, там выдержат БТРы. Здесь эти чуваки пробегают. Обнаружен противник. Профессионалы. Подготовка. Да, да, да. Нужны профессионалы. Страшно связи. Командов сходят. Командов сходят. Командов сходят. Желательно бы побольше профессионалов нам приказ. А, вот они. Сормовики за маяк. Крюка. Страшно связи. Подготовка. Дальше. Дальше мне нужно побольше мамонтов. Но для этого нам нужен еще вот этот вот цех. Они пробегают. Как-то пробегают рядом. То есть они не выбегают отсюда. Они выбегают из другой лощины. Ну ладно. Мы их на базе, я думаю, сдержим. Опа. Вот это. Нежданно через центр атака идет. И мамонту сейчас могут навставлять. Так, отступаем назад. Вижу цель. Так случится. Просто можно охереть. Здесь надо, кстати, поставить, может быть, еще и защитную турель против вот этих всех фукулассов, которые выбегают. Вот теперь эта куча выбежала на нас. Откуда мы ее и ожидали. Пока вроде нормально. Довольно легко мы с ними разбираемся. Теперь мы можем строить мамонтов. Два мамонта. Так. Дальше заказываем здесь наблюдателя. Заказываем еще один ремонтный модуль. И все это добро тащим на второе месторождение, которое находится у нас на востоке, снизу, с юга. Здесь Тиберия почти выработана, но это не важно, потому что у нас еще одно месторождение есть на севере. Мамонт получает здесь постепенный опыт. Мне не нравится, что они атакуют со всех сторон. Очень мне нравится. Страшно связи. Тут безопасно. Отряд смирно! Пока безопасно. Обнаружен противник. Есть. На базу напали. Вот долго-то. Прокачиваем генераторы. Опять тут что-то прессует нас здесь, но пока безрезультатно. Но толпа-то у них увеличивается. И даже не успевают уже ремонтники наши, видите, производить ремонт. А нет, вроде успели. Что ж, мамонты готовы. Заказываем, кстати, орудия Гаусса им. Это пять тысяч и довольно много времени. Сколько вас брет со всех сторон лезут? Что такое? Так, давайте-ка мы все-таки побольше здесь поставим бункеров, дотов. Так раскатают с вами. Пока здесь развернем. Все наши охранные сооружения. Да я думаю, дотов тут не сильно помогут, потому что они идут уже с огненными танками. Что-то они идут очень быстро. А может быть я просто в бочер. Скорее всего, это я туплю. Так, нам надо, кстати, инженеры привезти и захватить хижину мутантов. Пока есть время. Давайте он туда и пробежится. Желательно, чтобы он туда проехал все-таки. Что его убьют. Мою команду. Мою команду. Слушай, быстро. Поехал туда. Да, у вас снайперов. Все, погнал. Здесь будешь тоже охранять. Мы можем так и не доехать. Ё-ё-ё-ё-ё-ё, как нас плющат. А так бы он вообще не добежал. Вроде проезжаем. Надеюсь, что доедем. Или они за нами побежали. Так, гауссы, гауссы. Почти исследованы. Все вроде есть. Еще одного мамы-то сделаем. Влезай и захватывай. Но это топ-задание не обязательно. Тем не менее, мы все выкупали. Все, поехали. Так, ты оставайся здесь. Или. Мутантов. А что она нам дает? Она нам дает мутантов за 500. Литная пехота. Эффективно против пехоты и авиации. Сделаем один отряд. Посмотрим. Опа. О! Нихера вы где поехали-то. Вы поглядите. Они решили объехать, а здесь не проехать. Да? Облом. Облом, ребяточки. Да, получилось у вас. Сворачиваемся и покатили. Мы по времени с вами опаздываем. Я вам вот что скажу. Мы опаздываем. Потому что у них скоро уже будут мародеры. А если они будут... Выходит на орбиту на Цараева. Вам следует оставаться на связи. А если они будут, нам с вами будет тры... Трын-дец. Трын-дец. Что, места мало? Может и так? Мамонт готов. Мамонт слушает. Я лучше. Надо развернуть этот штаб ремонтный. И быстрее здесь ставить тоже зону сбора. Баста-вак. Понял. Я готов. Так, все сюда. Что скажешь? Я лучше. Ставим хранилище. На геостационарную орбиту на Цараево. Куда уже почти вышла, а мы еще и не готовы. Подготовка. Поступило сообщение. Для управления ионным орудием следует построить центр управления. Да-да-да, сейчас все построим, только дай мне управление обратно. Теперь доступен центр управления ионным орудием. Строится. Я за него очень рад. Вполне. Мне нужно еще десяток мамонтов, тогда все у нас будет окей. Мы сможем прорваться. Я лучший. Так. Два ставим здесь тоже хранилище. Тиберия, начинаем быструю добычу. Ко мне не нравится, как мы с вами идем. Такс. Сколько это ионное орудио стоит у нас? 5 тысяч, 20 единиц энергии. Надо поставить еще генератор. Здесь вы не прорветесь. Одолдят, кстати, по сборщикам. Пробуем его отремонтировать. Ты сюда давай. А ты давай вот сюда. Давай, да собирай. Надо строить ПВО начинать. Хотя бы одну ПВО я поставлю на базе. Скоро у них пойдут уже летать их бобры. Потому что, я говорю, время подходит. Строительство завершено. Нас не догонят. Даже не знаю, куда тебя поставить. Но поставим здесь, потому что техника у них уже не должна проходить. Ионное орудие, в принципе, могу уже тоже делать. Станция, спутниковая связь, штурмовая группа, звуковая волна. Пока не до нее. Ставим ПВО еще и вот здесь. Строим ионное орудие. Строим... Так. Строим еще один генератор. Улучшаем тот, который есть. Дальше Тиберия выработан. Но у нас еще два месторождения тоже с вами есть. Тем не менее. Так. Ставим здесь. Разворот. Резко строим завод. Строим... Так, орудие у нас уже идет. Строим еще мамонтов. Крайне мере, пяток. Через пять минут мы должны уже их базу отковать. Через пять минут. Не позднее. Мамонт готов, что скажете? Где? Где? Какой противник? Нихера. Смотрите, они как обходят. Вот наглый Харик. Обходят, чтобы расстрелять наших сборщиков. По краешку програлись. Говорят, пищник сужой в играх. Опа. Вот это было мощно. Мы не как все. Это были их орудия. Вот эти, которые с одного выстрела могут целый танк снести. Есть. Теперь мы можем стрелять. Ионное орудие подключено и готово к использованию. Не знаю. Нужны штурмовики. 15 отрядов делаю. Вывожу сюда. Здесь строим, продолжая мамонтов. Мамонтов надо очень много. Плохо, что у нас нету мамонта с тройной лычкой. Деньги есть. Все пока нормально. Еще ПВО-ху. Можно построить вот эту станцию спутниковой связи. В принципе. Строительство завершено. Штормовики готовы. Так. Здесь поставим. Сейчас все думают, все отлично, замечательно. Но никто не знает, что мародеры уже там, возможно, производятся у рога. А у нас нету нашей дальнобойной арты под названием Джаггернауты. Мамонты, которые с ними, может, сейчас с дистанции хотя бы как-то справятся, что мамонты, они никак не катят. Они буквально вот залпами выносят танк за танком. Деньги кончаются. Плохо. Плохо, ребятки. Очень плохо. Так. Что мы получаем? Штурмовая группа, 4,5 тысячи, звуковая волна. Звуковые орудия обеспечивают. Обстреливают указанный участок более боя, нося урон магнитным импульсом. Но это технику вырубает. Опять они идут по краю собаки. Главное не попасть, опять подогонить их. Опять атакуют. Вот я хочу звезду получить на мамонте, но звезду никак он не получает. Штурмовикам, что мы делаем? У них везде входы, я так понимаю, охраняют эти вот орудия, которые мамонтов кучу убьют, но у нас есть ионная штуковина, которая может это все разнести. Сейчас будет под свет и сразу выстрел. Может, даже так выстрелить? Комбайн атакует. Так, есть контакт. Светы по-прежнему нет. Мамонтов, мамонтов, больше, больше, больше. Турмовики примут основной урон на себя. Ой-ой-ой, тут уже кто-то к нам пытается прорваться. Ладно, я думаю, пора атаковать. Товарищи и дамы, вперед. Я бы, конечно, еще больше мамонтов построил, но... Этих оставим на обороне. Вот этот сейчас, который выйдет, тоже его с собой заберем. Турмовики не будем толкаться, перепрыгнем. У нас еще какая-то одна дополнительная задача. Захватите. Так, хижина мутантов выполнена. Захватите следовательский центр Нот. Захватив это здание, мы получим ценную информацию о разработках братства в области тибериевого оружия. И лучше поймем планы Кейна. Ну, я это не могу гарантировать. Куда он поехал, дебил? Объект атакует. Придурок, поехал вообще к ним на базу. Опять бегут. Опять жарят по штабу, что ли? Да, походу, дело именно сюда и убьют. Ну что ж, штурмовики начинают атаку. Вперед, 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 вперед. Мы слишком долго с вами здесь возимся. Реально очень долго возимся. Жду вот эти два отряда и вперед. Надо еще за 4,5 тысячи, может, штурмовиков туда собачить. А вот и авиация. Здесь уже... Повышение. Блюдем, все это дело. Все, атака. Атака и главная база. Что, Кейн, привет. Я пришел. Надеюсь, что еще мародеров нет. Движемся. Бой! Джаггернауты, тяжелая артиллерия ГСБ, наносящая огромный урон в дальнюю дистанцию. Объекты. Бегуся. Риней, столба нас ждет. Сначала уничтожаем танки огнеметные. Снайперы могут указывать Джаггернаутам в цели обстрела. Кейн, на военном заводе доступны Джаггернауты. Новое задание. Джаггернауты доступны. Как вовремя вы их просто нам дали, когда мы уже зашли на базу, и нам некогда контролировать их строительство. Наступаем. Не остановишь. Мы пробили насквозь внешнюю стену, командир. Ты серьезно испытываешь мое терпение. Только посмей поднять руку на величайшие из храмов. Я лично разыщу тебя и прирежу. Прирежу, как последнюю свинью. Твои угрозы беспочвенные, Кейн, и бесполезные. Мародеры начали выходить, мы очень вовремя с вами пришли сюда, иначе бы был бы уже трындец. Вот они идут. Что у нас там еще за доп. задание? Так, захватите исследовательский центр НОД, захватите перерабатывающий завод. Прикажите командосу уничтожить мародеры. Да вы что, издеваетесь, что ли? Давайте тогда так, зафиксируемся пока и здесь, сейчас я подведу ремонтный модуль. Раз мы хотели все задания выполнить, то и доп. задания выполним тоже. Разброшу еще сюда штурмовиков. Эмм, так. И мы сейчас выводим сюда ремонтный модуль. Мародеры, кстати, могут и через центр пройти запросто. Что здесь происходит такое? Ух, нихрена их тут приехала! Вы поглядите, откуда они вылезли, ублюдки! Офигеть! Они выехали со стороны... Еще с другой стороны выехали. Вот этого я не ждал. Так, спокойно. Спокойно, ребята. Они сейчас нам вычистят там два наших хранилища. Хотя бы одно из них успеем продать. Ублюдки! Откуда здесь техника-то взялась? Вот комп действует не по скрипту, но два отряда хотя бы смогло свалить. Команда в строю. Я вам покажу, Кузькину матерью. Пару джаггернаутов бы надо сюда притащить. Сделаем пяток. Ждем атаки с этой стороны. Сейчас мы ее разнесем туда на два мамонта послать. И в принципе мы можем развернуть обратно все наши аванпосты. Мы потратим кучу времени. То, что месторождение нам еще пригодится. Братя Кривка! Это я учусь приказом. Мы идем! Выносите! Мама, слушай, я тут хрот! Ну, поехали. Теперь вы хер здесь прорветесь. Я даже не могу развернуть, не хватает денег. Так, нам нужна еще плюс команда, с которой захватят... Которые захватят... Мородю... А, точнее, не захватят, а уничтожат мародеров. Броня крепка на передовую! Броня крепка лучший! Надо починить, который сильно у нас по косу. Что сделать? Отряд смирно! О, да, детка! Да вы поехали! Вот у них пошла и пехота, о чем я и говорил. И джаггер! Слушайте, а джаггернауты у нас где пошли? Он пошел, придурок, через вообще их базу. Они не по верху, а панец попер. Молодец! Гении мысли! Тут надо быть, кстати, очень осторожным, потому что у них могут мародеры выйти с другой стороны. Пойти через центр, а не здесь. Верно! На передовую! Есть, у нас, кстати, со звездой танк один. Мы можем продвинуться в центр, не дать им просто отсюда вылезти. Так, вариант. Проходим тогда дальше. Да куда ты едешь, кусок кретина? Что у вас на уме? У нас на уме? Лучше даже не знать, что у нас на уме. Да, лови. Лучше всех на базу напали. Пионные орудия активированы. Повышены. Мы никогда не садимся в ГСБ. До встречи, Батум. Есть! Объект катакурует. Я готов. Есть! Я готов. Варь уничтожает наших мамонтов. Вы что здесь застряли? Я говорю, идите вперед, а не встали. Куски тибилов. Броня крепка. Так, этот завод не бумничтожает, потому что он, возможно, нужен для мародеров. Иначе мы не выполним доп. Задание. Размажем. Я готов. Мамонт готов. Выдвигаюсь. Ремонтный модуль надо по центру поставить. Я готов. На передовую. Я ловлю. Повышение. Подготовка. Отворачивайся быстрее. Тиберия уже начинает тоже вырабатываться. А у нас осталось очень мало ресурсов, потому что Тиберия практически нигде нет. А компута похренного, у него ресов всегда полно. Мы совершенно по барабану. Есть, а не нет. Идите сюда. Придется вас за ручку провести через всю территорию. Развернуть не хватает места. Он не вернулся. Я вам ремонтировался. Мамонт придет. Мамонт слушает. Есть. Мамонт слушает. Что скажете? Можем разрушать первую эту маскировочную модуль. Обнаружен противник. Если бы нету доп. задания, я бы уже давно прорвался. Вон там, что у них жарят. У них жарят мародеры. Офигеть. Уничтожен один гемератор, искажающий на поле. Осталось два. Вот ублюдок. Увышение. Повеселимся. И они так могут прорваться. Порошок. Мамонт слушает. Нас здесь зажали и тупо расстреливают. Бродяк крепко. Стреливают мародерами. Мамонт слушает. Мамонт готов. Объект атакуют. Джаггеры, Джаггеры, Джаггеры. Давайте тащите сюда свою жопу быстрее. Через забор мы не пробиваем, я так понимаю, да. Еще один идет. Пока мы их разносим вот шмелитными танками. Скажете, что скажем мы вам. Скажем, что вы дебилы. Скажем, что вы можете разносить танк со звездой. Джаггер, 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 займись им быстрее. Ну вот теперь быстро вот этого замочите. Ну! Плюс, что-то не один танк разнес. И еще один тащится. Да, конечно, на бесконечные ресурсы. Это ренды мне отковать. Открывать. Да, мы даже и выстрелить-то не сможем. Придется продвинуться, потому что нас атакуют еще и с другой стороны. Мне надо увидеть. Казармы стоят. Буду уничтожать, похрен. Бей! Ох, там сколько пехоты-то! Есть. Я не зацепил здания, которые мне были нужны, и тем не менее я уничтожил то, что было нужно. Джаггеров надо поставить здесь. Они, кстати, смогут снимать мародеров по стену. Да спейте в эту срань. Там еще одни казармы остались. То есть они еще будут атаковать дальше. Да не так прорвутся. Мы так не сможем ничего сделать. Санэйти топ-садания, и денег не хватает ни на что. С этой стороны попробуем пройти и уничтожить их пехоту. Там войска стоят, я думаю, что уже не понадобится. Ничего, заказом инженеров быстро здесь, и надо будет через аэродром, которого, кстати, тоже нет, их перебросить. Ах, ты ублюдок, здесь еще и лазерная установка. Просто замечательно. Уничтожить казармы давай. Повеселимся? Но! Огонь? По-моему, не успевает. А нет, успел. Нормально. Хотя бы угрозу с той стороны устранили. Команда срушает. Жесть, конечно. Вот не хватает банально времени, чтобы все это контролировать. Где там у нас эти инженеры, бон, я заказываю. У меня все с собой. Самолеты командос бы надо тоже заказать. Как там погодка? Нормальная погодка. Надеюсь, что вы здесь пролетите. Давайте быстрее. Угомонились там эти... Броня крепко. ...вари-то или нет? Обнаружен противник. В сердце битвы. Где нам кран? Обнаружена база. Вторую очередь убрать строительство. Устроен вечеринку. Стреляй! Кого подобрать? Я скоро буду. Я не уверен, конечно, что мы, мародеры, уничтожим Командос. Но постараемся хотя бы это сделать. Ну, прелестно. И по нашему инженеру тут же сбросили бомбу. Нормально. Он только приземлился, его тут же бомбардировщик гром. Слушай, высаживайся быстрее, как премьер-министр садится. Я скоро. Все, мы нахер аэродром достанете вас. О, он еще казарму построил. То есть это еще далеко не все. Я лучше. Еще толпа бежит. Слушайте, мы так сейчас с вами... Ой-ой-ой. Охереть там идет стадо. Вы посмотрите, сколько мародеров тащите. Покажем им. Мама слушает. Лиди за целью. Мама готова. Повеселимся. Огонь. Поберегись. Размажем. Клочья. Я готов. Заритай. Эдукция. Да, пацаны, это... Жесть. О, а тут на базу напали, опять эти упыри выбежали. Ой, как вы задолбали. Еще придется одного инженера закупать, команда съесть. Пробежим здесь. Так, сюда заряжаем тоже онным орудием и проходим тогда с этой стороны. Крепка. Уже пути. Самая главная задача наша, это, конечно же... Вот еще уничтожить долбаного... Да ты пошел! Уничтожить долбаного мародера командуса. Что там опять? К небесам? Я тут. Ввысь. Обнаружен противник. Что там опять? Бил разработчики дали тупое задание, которое придется сейчас нам выполнять. На базу напали. А вот разносится. Мы можем пострелять бы они так хорошенечко. Охереть, толпень. Командос, командос, ты где там? Итак, как только пойдет мародер, надо сразу ему под ноги прыгнуть и его замочить. Что ты тут пыхтеешь? Собака. Теперь будет спамить пехоту. Огромные толпы. Вот он идет, прыгаем. Мы здесь. И убьем его. Ну и где они? Сидеть. Есть. Конец. Вали отсюда. Надеюсь, еще успеет уйти. Это не успеет. Все, теперь разносим завод к херам. Уничтожь его, и они перестанут выходить. А нас продолжают здесь пытаться вынести усиленно. Все под контролем. Все под контролем. Все под контролем. Куда? Окей. Там все число. Отлично. Есть. Расклочья. Повеселимся. Я лучший. Клочья. Я лучший. Движемся. Мама слушает. Объект атакует. Ремонтный модуль. Я готов. Раздавить. Клочья. Порошок. Раздвигаюсь. Мама. Готов. Я готов. Мама. Готов. Мама. Давлю я их, но их там просто дохера. И сзади, и спереди, и отовсюду просто лезут и прут толпой. Броня крепка. Еду. Выдвигаюсь. Поберегись. Укажите цель. И он не может быть. Мама, я готов. Квартируем. Пожей. Так. Блюдышны скоты. Разносим всю им базу. Подготовка. Приостановлено. Отмена. Обнаружен противник. Перед ровно армия. Они все равно продолжают бежать, потому что он где-то... А, ну он казармы одни имеет, плюс он отстраивает свои... Есть. Все под защитой. Мама. Заводы. Уже в пути. Устроиться. Я лучший. Раздавить. Гребаный спам голубанной пехоты. Здесь даже и не развернешься, потому что у нас нет аванпоста. Это какая-то жопа. Ни техника, ни пехота ничего не может издержать. Одни жарят пехоту, другие просто выжаривают нахер технику. Я имею в виду ракетщики, вражеские. Убрасываем десант, надо их базу уничтожать. Осталось только одно задание дополнительное, которое мы должны выполнить. Все, пошли добивать. Я говорю, если бы не есть доп. задание, то порыло, я бы давно уже миссию закончил. Сохватить лабораторию, которая находится совершенно в другом конце. Ну вот, там опять толпа бежит. Сейчас она всю пехоту просто изжарит. Нет, это не вариант. Короче, надо атаковать больше мамонтами. Не знаю, пять еще хватит, железно. И надо больше, опять же, БТРов со снайперами. То есть, там осталось-то у них вот это вот дерьмо, в основном, которое... Антитеховые направленности. Вот они опять понеслись. Сейчас на базу со всех сторон тут будут атаковать. Сюда, может быть, понеслись. А, толпа-то от того, что оно готово. Куда я им буду бить? Здесь еще два этих генератора остались. Что ж, придется нам с вами, значит, сейчас поджаться с финансами. Я здесь не буду ставить аванпост еще один. Че стоишь? К работе готов. Пускай ездит на базу. Я просто не знаю, с какой стороны они сейчас будут атаковать. А они пошли, да, через центр. Только вперед. Я готов. Буду давить. Ай, за секунду изжаривают все здания и любую технику. Ирена, и баланс в игре. Несколько отрядов буквально с самой пехоты и ракетчиков. Уничтожают все. И технику тяжел, и здания, и пехоту. Хер знает, как против них воевать. Так, третий мамонт готов. Тебе пока самолета, чувак, нету. Извини. Мы можем, кстати, его в БТР посадить. Надеюсь, что он доедет. Вот здесь тоже базу оставлять без защиты нельзя. Ну, с основной задачей мы разобрались. И это при том, что я знал, что они будут вот так атаковать. Если бы я не знал, представляете, что было бы тогда. Тогда бы приперлась бы толпа вот этих вот мародеров бы с этой вот херовой кучей пехоты и там другой техники. Нас бы просто бы раздавило. Назад возвращаемся. Нам надо подчиниться немного. Можно еще, в принципе, сделать два джагера на всякий пожарный. Ну, я думаю, вот этого должно хватить. Состава, который у нас есть сейчас. Это я оставлю на обороне пока, добро все. Продолжает бежать. Нескончаемый спам. Вот на какие хрен деньги они это делают? Вот что бесит в таких играх, это то, что у компаний нет лимитов по ресурсам. В схватке даун есть. Нихера, он жарит танк. Отступает и хп теряет. Как будто, я не знаю, там картонная коробка катится. Еще одна толпень бежит. Слушайте, вы заколебали нахер. Лучший, ты лучший. Когда выступает, когда выступает, когда выступает, комбайн потерянный. Да вы охерели. Стоят в Тиберии и херачат. Все у них нормально, ништяк, не дохнут. Замечательно. Мамонтов нашпиговали, как будто это, я не знаю, там куски говна, а не танки. Не, нот, конечно, это не баланс статальный. Ну, там сделать этих снайперов-то или нет. Самое херовое, что видите, они идут с двух сторон. Ресурсов нет больше. То есть весь Тиберий собран со всех месторождений. Почему не ремонтируешься? Я встал, что-то здесь. Вот сейчас мы уйдем. А, и они придут, пехоты. Давайте пойдем, наверное, вот здесь. Ну, а они сейчас через центр опять припрутся. Я больше чем уверен. Сейчас уйдем отсюда, и они придут через центр. Подготовка. Мне бы еще ремонтный док нужен, но на него нет просто-напросто средств никаких. Никаких. Я не знаю, не помню, они на базе что-то отстраивают или нет, но казармы они отстраивают. Вот заводы, не дай бог, потому что они сразу выведут на нас пять мародеров. Хотя мы у них лабораторию уничтожили, тем не менее, что невозможно. Я сейчас вынесу второй генератор с дистанции. Прям вот отсюда. Джаггеры должны достать прям через стену. Где? А они на базу пошли. Генератор готов, двигаемся дальше. Уничтожил еще один генератор искажающего пола. Остался один. Реально, жесть, даже пехоту-то хер сдержишь. Я уж там не говорю о том, что еще и технику сдерживать одновременно. О, у нас Джаггеров дали на базе, смотри, тут что-то стоит такое. Ну, хоть на обороне помогут. Все, разносим абсолютно все. То есть нам здесь ничего больше не нужно. Казарма, казарма, и разведите этот храм, чтобы не выходили черные братья больше. Ах ты, ублюдок, он нам еще и Джаггера одного зажарил. Слушай, ты меня достал. Реально просто долбанный спамящий кусок говна. Бесконечно. Все, казарма разнесли, больше них не должно и быть. Ну и, конечно же, сейчас долбят по нашему ПТРу с нашим рабочим. И, конечно же, наши долбанные соседи начали, как обычно, сверлить очень своевременно под конец. Время уже под 9 часов, но им совершенно похоря, что люди чем-то там другим занимаются. У них свои проблемы. Ой-ой-ой, инженер, беги, беги, чувак. Так, Е-раз-два. Конечно. Так, назад-назад. Все 33 удовольствия. Тут у нас еще и... Орудия вражеские. Кстати, может быть, стоит подтянуть вот этих Джаггеров через центр. Ага, через центр здесь и не пройдешь даже. А мы можем вот так зарядить. Тогда пройдем. Белиски убираем. И заходим вот сюда. Слушай, ты че тут делаешь? Меняю позицию. Да. Нет, эмиссия какой-то реальный изврат. Изврат над здравым смыслом. Я повторяюсь, если бы мы проходили без доп-задания, мы бы ее давно закончили. Но я обещал пройти и постараться все дополнительные эмиссии. И вот я стараюсь для вас, чтобы показать, что да, это все пройдено. Если бы я играл для себя, я, конечно, таким бы извращением заниматься бы не стал. Ну что, так, значит, выводим опять саново инженера. Сейчас он вылезет, мы ему закажем личный транспорт, он долетит. Уничтожили этот шпиль-то или нет? Теперь снимай еще один. Инженер вышел, заказываем ему самолет. Если наши дебилы закончат сверлить на сегодня. Целую минуту сверлили, не знаю, будет слышно, не будет. Такая упорная серия, и запороть ее этим сверлением будет вообще уже. Наглость 10-й категории. Разнесу все к хренам собачьим. Еще и ремонтируют в своей шпиле. Но Джаггернауты должны снести. Смотрите, как он даже чешет себе зал. Уйди, тихо, 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 тихо. Поэтому не стрелять, стреляй по электростанции. Так, 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 так. У нас тут еще братья, вон, бегают, и сестры. Братья, вы что тут забыли? Алло. Хороший план. Мне нравится. Теперь, кстати, можно мамонтов выводить, потому что оборона их сломлена, наконец-то. Как говорил генерал, собственно говоря, перед этой миссией, наш командующий, что при штурме этого храма было потеряно очень много солдат. Больше, чем надо, гораздо. Ну, блядь, он был прав. Потери совершенно бессмысленные, особенно с тупыми заданиями. Захватить на какой-то хер этот завод. Вы что, не нашли больше другой миссии, где его можно было захватить? Только в храме Нот, где на нас прислали бесконечным спамом? Ты что делаешь? Храм надо ионную пушку уничтожать. Все, электричество у них вырубилось. И мы выполнили с вами все задания. Прийдите. Вброс идет пехоты. Входим в зону высадки. Укажите цель. И мы на роде к этому. Мама служит. Ну что, заходим. И выполняем миссию до конца. Равне с землей. Меняем позицию. А вот и сам храм. Внутреннюю стену, командир. И что, черношневчик? Закрывать, солдат. Командир, храм, полет линия. Артиллерия. Укажите цель. Входим в зону высадки. Победа. Уничтожены все маскировочные вышки. Силовое поле снято. Устанавливаю видеосвязь. Фу, это была жесть. Ну что же, я ошибся. Вы смогли захватить храм и очень вовремя. Братство почти закончило разработку тибериевой бомбы. Но мы увели компоненты у них из-под носа. Нам стало известно, что Кейн и его приспешники заняли оборону на нижних, подземных ярусах храма. Штурмом эти укрепления не взять. Вам придется выкурить оттуда этих мерзавцев. Скажите, генерал, система противоракетной обороны уже готова к бою? Надеюсь, вы не об ионном орудии? Именно о нем, генерал. Именно о нем. О нем. Вы понимаете, что речь идет о заводе, где вырабатывался жидкий тиберий. Одного выстрела хватит, чтобы заразить этой дрянью весь регион. Сандра, свяжи меня с доктором Жиро. Доктор наш, ведущий специалист в этой области, надеюсь, хоть он сможет вас отговорить. Эта желтая зона принадлежит братству. Каковы бы ни были последствия, они коснутся только местного населения. А их проблемы меня не волнуют. Меня волнует репутация ГСБ и наш народ, жаждущий возмездия за гибель Филадельфии. Ради бога, не приплетайте сюда свою политику. Сэр, доктора Жиро нигде нет. Похоже, его захватили боевики Нот. Что ж, тогда вопрос исчерпан. Друг мой, покончим с этой мразью раз и навсегда. Поступило сообщение. Получен приказ генштаба применить ионное орудие на главном храме. Жесть, да они сдурели. Если там жидкий тиберий, вся желтая зона взлетит на Волду. Ну, приказ есть приказ. Военные приказы не обсуждают, иначе это будет воспринято как дезертивство. Отступайте. Да поможет вам бог. Огонь. Ионное орудие окидерное. Задание выполнено. Как и ожидалось, ничем хорошим не закончился. Хотя Кейн предположительно погиб под руинами храма, вместе со всем внутренним кругом, взрыв жидкого тиберия привел к образованию радиоактивного облака и, как следствие, к выпадению радиоактивных осадков над большей частью Восточной Европы. Пока не ясно, был ли это несчастный случай или же последний террористический акт Кейна. Все, что мы имеем на данный момент, это комментарии исполнительного директора Бойла. Столько невинных жертв. Это ужасно. Но все же и у этой страшной чудовищной трагедии есть светлая сторона. Кейн, наконец, мертв. Теперь все мирные граждане могут вздохнуть спокойно. Ну вот так вот, дамы и господа. Вот она обратная сторона политики. Его предупреждали, что уничтожение этого храма с жидким тиберием приведет к взрыву. И теперь вся Европа, ну или там, по крайней мере, ее восточная часть, заражена радиацией. Ударная волна была огромной силой. Я даже не представляю, какие-то разрушения могло вызвать на тысячах. Километров дистанции, которую она преодолела. И потом он заявляет, что, значит, ну да, жаль населения, конечно, но зато Кейн мертв и оставшиеся в живых могут спать спокойно. Вот так вот примерно в свое время разбомбили Хиросиму и Нагасаки. Сказали, ну что, жаль, конечно, 300 тысяч человек погибло, а потом еще куча от радиации умерла. Но зато война закончилась, и остальные-то выжили. На войне все жертвы, так сказать, оправданы. Поэтому такая же ситуация. На мой взгляд, применение оружия столь разрушительного, тем более приводящее к таким последствиям, недопустимо ни в коем случае. И никакие там военные цели не оправдывают гибель тысяч, может быть, даже и миллионов человек, которые после этого взрыва погибли. И самое смешное, что на кнопку нажали именно мы, потому что приказали. 55 минут 58 секунд длилась эта миссия. И хорошо, что это происходит хотя бы в игре, в реальности. Эффективность боевых действий 6.0.1. Уничтожено войск противника 697, но этот спам был просто... Выбешивает меня спам в этой игре бесконечный. Если хотя бы в оригинальных генералах, когда у компа кончались ресурсы, в компании он переставал давить. Ну, нечем было атаковать. Здесь ему насрать. У него нет ни одного месторождения, но он просто усиливает давление с каждой минуты. Если вы, опять же, что-то там мешкаетесь на базе, на максимальных сложностях. Я не знаю, там как на более низких. Но вот на высокую он увеличивает давление всегда. Это не касается схватки, это касается именно компании. И вот это вот бесит, когда у тебя нет контроля над ситуацией никакого. То есть у тебя ресурсы кончаются, а у него такое ощущение, что прибавляется с каждой минутой. 116 потеряно. Ну, потеряно было много. Потеряно было и пехоты много, и техники. Но у них погибло все равно там в 7 раз больше. Построек 81. У них разрушена целая огромная база. У нас 12. Ну и ресурс собран 220, считайте, тысяч. И этого и то еле-еле хватило. И то я прорвался в самом начале. Если бы оттянул время, они бы нас, конечно, снесли. Ну и, естественно, в оправдание столь долгого такого и упорного замеса, можно сказать, то, что я пытался выполнить топ-задание, на которое потом уже не хватало ресурсов. Если бы я прорвался бы сразу, то есть ничего бы не ждал, там оставался в них сраный последний завод и три казармы, которые производили войска вот эти бесконечные. Ремонтный модуль сразу снесли, там эта толпа этих черных братьев прибежала 10 отрядов, просто все выжгли. Еще и еле раздавил их с ракетчиками. Постоянно эти мародеры перли, потом уже по три начали, четыре переть. Ну, в общем, вы видели все сами. Ну и, соответственно, если бы я сразу прошел и не ждал, пока там эти инженеры прилетятся, сдадутся, пока этот тупой командос прибежит полчаса там и взорвет этого мародера, миссия бы закончилась еще минуту там на 20 быстрее. Но зато мы выполнили все задания, смотрите, должны все были выполнить. То есть вот золотая медаль за основные задания, все уничтожили, все замечательно, все взорвали. Командование довольно. Дополнительное задание все и выполнили. Захватили следовательство Центра Нот, хижина мутантов, перерабатывающий завод и взорвали даже мародера с помощью командоса, который потом сдох героически. Вот, и все данные тоже захватили. То есть все золотые медали, но сколько было потрачено здесь времени, это просто жесть из сил. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет дальше. А дальше начнется самое интересное, особенно кто не играл. Я думаю, сейчас будет очень такой важный, переломный момент в компании. Акт 4. Смотрим. Станция слежения только что засекли 6 неопознанных объектов, приближающихся к Земле на околосветной скорости. Похоже, они хотят выйти на нашу орбиту. Откуда они? Неизвестно. Мы отслеживаем их с пояса Кайпера за орбитой Нептуна. Спасибо. Что там, Сандра? Ионное орудие открыло огонь. Кто дал приказ? Директор Бойл. Смотрите, вот они. 1537 по восточному времени, 39 кораблей-пришельцев совершили посадку в красных зонах по всему земному шару. Если цели их неизвестны, то намерения их для нас вполне очевидны. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Запомните, то, что я вам сейчас скажу, проходит... Под грифом «Совершенно секретно». В 2028 году мы захватили высокотехнологичную инфоматрицу. Явно неземного происхождения Нот называет ее пророчество. Мы расшифровали часть данных. Это было предупреждение о будущем нашествии пришельцев. Без сомнения, связь между взрывом жидкого Тиберия и этим вторжением налицо. Но чтобы не связывало Нот и пришельцев, нападение подверглись синие и желтые зоны. И похоже, что Нот не в состоянии обеспечить их оборону. Поэтому спасать мир в очередной раз приходится ГСБ. Буду откровенен, ситуация критическая. Вы наш лучший командующий. Так что вам достанется самая сложная область – Германия. Кирс ведет вас в курс дела. Я даже не сомневался, что нам достанется самое сложное задание. Господи, до сих пор в это не верится. Ладно. Вы слышали что-нибудь о новом Эдеме? Это первая в истории желтая зона, превращенная в синюю. Ее засекретили и расположили там наши лаборатории. В Мюнхене мы проводили подробный анализ деятельности пришельцев. К сожалению, Мюнхен сейчас в кольце блокады. И все лаборатории уничтожены. Однако несколько инженеров выжили. Их сейчас переправляют в Зальцбург, как раз за границей зоны. И вы должны во что бы то ни стало обеспечить их безопасность. Вот такие вот дела. На Землю совершено вторжение пришельцев. Их цели очевидны. Знаете, как в Дне независимости в первой части. Когда спрашивали, если я, конечно, не ошибаюсь. То есть, какие ваши намерения? Они говорят, убить, убить, убить. Вот примерно с такими намерениями они прилетели на Землю. То есть, теперь им они ее заражали для того, чтобы, скажем так, изменить атмосферу для своего комфортного здесь пребывания. Пребывания и выставить они не в синих зонах, а именно в желтых и в красных, где его концентрация максимальная. То есть, там уже атмосфера отравлена. Они вполне себя могут комфортно чувствовать. Вот. Ну, со всем этим добром будем разбираться уже в следующем эпизоде. Серия была довольно насыщенная, довольно интересная, довольно упорная из-за доп-заданий, повторяюсь. Но если вы хотите просто пройти игру без дополнительных, то штурм вот этого храма нот особых проблем не должен вызвать. То есть, действуйте быстро, создавайте больше мамонтов, прорывайтесь, не останавливайтесь, давите все, что там попадется на пути. И, в принципе, добраться до этого там храма и уничтожить все эти генераторы, ну, у вас займет минут пять. Может быть, пять-семь минут вы уничтожите все, что у вас там встанет на пути. То есть, всех этих там братьев раздавите и сестер, которые выбегут на вас. Там, может, пара мародеров успеет выйти, но вы их тоже по-быстрому раскатаете. И все, и сопротивление будет сломлено. Ну, а вот если вы будете пытаться все это добро захватить, то да, придется попыхтеть. Потому что какое-то время вы будете подводить там своих инженеров, командоса, и за это время вам выпилят кучу танков, которые будут держать проход. Если вы его не будете держать, они прорвутся на вашей базе и расхерачат вам всю базу, которая в этот момент будет пустая практически, потому что все войска будут в атаке. Вот такие вот дилеммы в этом задании. Если миссия вам понравилась, не забывайте поставить лайк, подписываться на канал, если еще не подписаны, на основную и дополнительную. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. Ну, а на сегодня все. С вами был Крестоносец. Увидимся в следующем эпизоде уже в Германии. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok